Симха это такая вот спокойная радость. Вы знаете, у меня сейчас вот такая внутри спокойная радость. Я такой, видите, спокойно радостный. Это можно перевести даже ближе к счастью. Симха. А сосон, это переводится ликование. Это переводится ликование. Значит, мы сейчас будем говорить холямоэт, холямоэт и сферат аомер. Сферат аомер. Вот такой у нас будет урок. Записывать, начать запись. Все. Значит, и сегодня мы поговорим о времени, в котором мы находимся. Известно, что человек, он не идет сквозь время, да? Вообще, время это очень такое странное понятие. То есть, вот смотрите, в реальности какое есть время? Время в реальности есть только одно. Сейчас. Нет другого времени. То есть, вот жизнь происходит только сейчас. Вот вы живы. Вот в эту секунду. Вот вы смотрите урок Торы. Вы можете себя потрогать. Потрогать по руке, там, постучать по дереву. По голове можно постучать себе, да? Попить что-то. Поесть сейчас. Жизнь, она происходит сейчас. Теперь, прошлое. Вот человек говорит, у меня, в моем прошлом, в моем прошлом. Где это прошлое? Его нет. В прошлое есть только воспоминания сейчас. А по факту это его уже нет. То есть, я могу у себя в голове, как бы, чтобы всплывали какие-то картинки прошлого. Я могу рассказывать сейчас какие-то слова о прошлом, но его нет. Фактически, то прошлого нет. Оно его нет. Теперь будущее. Я могу предполагать, что сегодня я пойду туда, сделаю то. То есть, опять же, я в настоящем беру какие-то картиночки из своего прошлого. Я сейчас должен после урока сходить там в магазин какой-то, да? Значит, у меня картинка магазина из прошлого есть. А может, там уже нет магазина. Может, магазин уже за вот это время его закрыли. Но у меня картиночка магазина у меня в прошлом, и я ставлю ее в будущее и говорю, вот я сейчас закончу урок, сделаю то, сделаю это. А может, мне сейчас после урока позвонят, и там я должен буду куда-то уехать. Может же, может быть. То есть, будущего тоже нет. Будущее существует только в фантазиях. Значит, существует только одно время, которое называется аем. Сейчас, сегодня. Сейчас, сегодня, настоящее время. И Тора, она нас учит. Тора нас учит, что каждая, как, знаете, народная мудрость была, делу время, потехе час. Значит, время это много, потеха это мало. Но Тора учит нас заполнять свое сейчас какими-то осознанными действиями, которые ведут тебя к духовному росту и к соединению со Всевышним. То есть, идеалом жизни Тора является, с этого начинается сборник законов, сборник законов, как надо жить в этом мире. Шулхан Арух, накрытый стол, он называется. Шивити Ашем Ленагди Тамид. Представляю, Бога всегда перед тобой. Это Клаль Гадоль. Это большое правило в развитии, в поднятии праведников. И получается, что если вот каждый из нас формируется сейчас как следствие, знаете как, вот здесь у человека внутри, все его воспоминания, все его качества, все его потенциальные настроения, все его потенциал. То есть, человек очень разносторонний, он может быть разным. И вот у него в данный момент каждый раз проявляется какая-то часть его, которая решает какие-то задачи в данный момент. Например, вот сейчас мы с вами находимся на уроке Торы. То есть, моя задача это передать максимум знаний о Всевышнем, которые я сам для себя осознал и получил, и выучил. А мы, раз вы пришли на урок, вам интересно узнать что-то больше о Всевышнем, для того, чтобы установить свой личный контакт, личный такой вот персональный контакт. Это смысл нашего общения. Теперь на вот этом общении формируется самая святая часть каждого из нас. То есть, вот я сейчас прямо в своем святейшем состоянии, значит, и вы тоже в своем святейшем состоянии, потому что мы на уроке Торы, мы общаемся. И в этот момент, как бы, активирована та часть личности, которая стремится ко Всевышнему. То есть, понятно. Теперь, если бы, например, вы, и тут вы вышли из дома, и встретили какого-то нехорошего человека, да, нехорошего человека, который решил, там, не дай бог, вас как-то обидеть, да, и он, значит, попытался вас как-то обидеть, и в этот момент у вас включается та часть вашей личности, которая защищает жизнь, которая, которая самосохранение. И вы, используя все доступные средства, вы будете, вы будете этого нехорошего человека, будете с ним взаимодействовать. И та личность, если бы, например, кто-то с вами познакомился сейчас, сказал бы, какой святой человек, одухотворенный такой, прям вообще лицо сияющее, да, сидит, Тора учит, улыбается. А потом, если бы другой человек вас увидел в момент, когда вы взаимодействуете с нехорошим человеком, который вас обидел, не дай бог, и вы на него кричите, там, не дай, даже, может быть, с ним деретесь как-то, да, он скажет, вообще бандит какой-то, кто это вообще вот этот человек, который просто как зверь, он себя ведет, да? То есть, получается, что у каждого из нас активизируется та часть личности, которая взаимодействует в данный момент с окружающим миром. Поэтому, сказали нам мудрецы, в начале закона всех, представляй, что ты всегда стоишь перед Богом. И когда ты представляешь, что ты стоишь перед Богом, что ты в данный момент конкретно взаимодействуешь с Творцом Мироздания, который сотворил и который полностью управляет миром, и он проявлен тебе в виде души, а все остальное это оболочки, которые надеты на душу, и которые должны обслуживать душу с ее потребностью быть вместе со Всевышним, тогда у тебя будет включена совершенно особенная часть, которая будет принимать совершенно особенные решения, которые будут максимально вести тебя по путям Всевышнего. Как говорил нам царь Соломон, на всех своих путях познавай Его, Бога, и Он выпрямит все твои дорожки. То есть, если твоя цель, если ты включаешь у себя намерение познать Всевышнего, то тогда Он выпрямит все твои дорожки, то есть, ты найдешь в каждой ситуации самое правильное решение, самое правильное поведение, которое оптимально для каждой конкретной ситуации. И теперь мы возвращаемся в Маадим Ли Симха. Сейчас есть время, вот эти вот семь дней, полупраздничные дни Песоха, они Ли Симха, они для радости. Значит, так сказал Всевышний, что Всевышний, Он сказал в Торе все, что сказал в письменной Торе записано, и в устной Торе, и мудрецы, которые знали всю письменную и всю устную Тору, они установили правила по реализации вот этих вот божественных мыслей. И они нам сказали, что Муадим, вот эти вот полупраздничные дни, они для радости, максимально нужно увеличить в них радость. Праздник это полная радость с отключением всего будничного. Здесь нам будничное не отключили полностью, сказали, ну как-то не будьте будничными, да, в это время. Постарайтесь уменьшить все будничное, но сделайте акцент на радости, на празднике, на вкусной еде, на встречах с друзьями, на хорошем настроении и так далее. Вот, значит, это сейчас мы проходим этот этап. Завершается он завтра вечером, наступает седьмой день праздника Песох. Седьмой день это было, помните, когда был исход из Едипта, они вышли, и они все в ней шли, за ним выгнались едиптяне, и на седьмой день они подошли к берегу моря. Едиптяне за ними гонятся, армия на колесницах. Они были в состоянии пророчества, они видели, как ангел Едипта идет прямо над ними, как эгрегор, есть такое современное слово красивое, эгрегор. Значит, это как бы вот этот вот ангел Едипта, да, который управляет Едиптом, как их общая ментальная такая духовная сущность, да, и он прямо на них нависает. И они стоят перед этим морем, и тут море расступается, они туда заходят, столб огненный, столб облачный. В общем, все спецэффекты, и они находятся в состоянии измененной, сегодня бы сказали психологи, что они были в седьмой день Песоха, в измененном состоянии сознания, в котором им открылась полностью сущность духовного мира. они были, как сказали, описывая их состояние, что даже последняя служанка, то есть это человек, который вообще был, ну вот просто вообще, у нее были только смысл как бы в жизни, только выполнять то, что сказал хозяин или хозяйка, там чистить, все мыть. Она была в состоянии пророчества выше, чем потом был самый в высоте из пророков, Ехестель, пророк Ехестель, который видел колесницы мироздания, как это все устроено, как Бог управляет. И вот они, значит, проходят по морю, говорят, Зек и Ли показывали прям пальцем, это Бог мой, Ван Ву, они Ву, я и он, это одно целое. Они понимали, насколько в каждом скрыта вот эта вот духовная связь со Всевышним, и насколько Всевышний проявлен в этом мире, но через интерфейс обезьяны. Ну, грубо говоря, да, когда вам дают в компьютере управлять, вы же человек умный, все, а вам дают управлять такой, знаете, есть игра такая, когда ты двигаешь дощечку и шарик отбиваешь, и ты весь свой ум, все свое образование, там, докторскую диссертацию, все это может выразиться только в движении этой вот дощечки. Точно так же Всевышний, который скрыт внутри каждого из нас, он как бы запакован как в луковицу, в тело, которое, ну, такое полуживотное, в интеллектуальный аппарат, который собрание, вот все, что в детстве человека вкладывают, вот все сказки, песни, мультики, сказки, песни, мультики, потом первый класс, все эти истории, которых детям, а придет серенький волчок и укусит зобачок, все внутри накапливается, 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 а потом туда идет, там, морозы, солнце, день чудесный, всякие стихи, «Реветта стогна дни под шароте, сердит и витар замыва». Это я в украинской школе учился, ну, в Украине, в Харькове учился. То есть у человека в интеллекте накапливается весь этот мусор. Мусор, может не мусор, может просто назовем другим словом, не мусор, а набор выражений, слов, стихов, убеждений, принципов, правил, установок и так далее. Все это накапливается, и это как заслоняет вот этот божественный свет. И божественный свет творения светит сквозь всю вот эту вот историю и выдает каждому его жизнь. Каждому выдает его жизнь. Поэтому я категорически против просмотров фильмов ужасов, все, что связано с убийством, с насилием и так далее. Потому что, когда ты создаешь себе вот такой вот внутри набор слайдов, и через это светит божественный свет творения, то, не дай бог, он может сотворить в жизни то, что человек видел на экране. Сейчас многие ученые уже доказали, и логика это тоже можно понять, что человек получает в жизни реализацию того, что он ждет от жизни, реализацию того, чем заполнена его голова, интеллектуальный аппарат. Поэтому так важно заполнять свой интеллектуальный аппарат Торой, добрыми, святыми текстами, псалмами царя Давида и так далее, и так далее. То есть, потому что все это, то, что ты думаешь и говоришь, становится твоей жизнью, твоим настроением, твоими событиями, твоими решениями. Поэтому важно заполнить свою жизнь вот этими святыми словами и святыми правилами. В Маадим Лесимха вернемся. Значит, эти семь дней мы работаем над радостью. Завтра вечером вспоминаем, как мир входит в этот же момент перехода моря. И мы как раз изучаем. Есть песня, которую они пели, переходя море. Азья шир, Мошев на Исраиль, это шир азот. Вот тогда пели Моше и сыны Израиля вот эту песню. Прямо в тексте Торы есть эта песня. Причем, интересно, на свитке Торы она записана именно как песня. Такими как... Ну вот, она уникальна, записана не так, как весь текст Торы. Эта песня, да? Шершельян. Пели они эту песню, прошли они море. И после этого, после этого наступает период. Я сразу как раз, вот мы чуть его вчера коснулись. И сегодня коснемся, который называется Сферат Аомер. Значит, отчет от Омера. Со второго дня Песоха, вот первый день закончился, 14-го Ниссана. И на следующий день, 15-го Ниссана, приносили жертву Омер. Брали прямо в то время, выходили там священники, царь, все вот главные люди. Выходили в поле и снимали первый урожай Омер овес. Первое созревало в Израиле тогда овес. Потому что человек, написано, что даже царь порабощен в земле. Так сказал царь Соломон. То есть, мы все зависим от земли. Будет хлеб, не будет хлеб. То есть, мы так привыкли уже, да, всегда есть хлеб. Не всегда есть хлеб. Не будет хлеба, не будет ничего. То есть, если не будет еды, человечество вымирает, голод. Получается, что они, когда был исход, духовный исход из рабства. Первое, что нужно сделать, это было принести, скосить этот овес немного. Сделать 20, брали 2,5 килограмма мути, в итоге должно получиться было. Значит, они его тут же срезали, делали из него, как мололи, да, вытаскивали зерна. Зерна мололи и просеивали через 13 сит. Это очень интересно. То есть, было 13 сит. Все мельче, мельче, мельче просеивали, пока не получалась тонкая, тонкая, тонкая мука. И эту муку приносили в приношение в храме. Это было приношение Всевышнему благодарность за то, что есть урожай. То есть, и с просьбой, любая благодарность, она включает в себя просьбу, чтобы урожай дальше, овес он же первый созревал. Дальше идут пшеница, рожь, там вот эти все зерновые. И они приносили Всевышнему, благодарили Всевышнего, говорили, все мы знаем, все от тебя. Да, нам, чтобы был хороший урожай. Приносили этот омер, да. И счет омера, вот это был первый день омера, потом второй день, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Потом неделя, семь дней это неделя. Нужно было посчитать семь недель, сорок девять дней. Потом считается восьмой день или неделя и один день. Девятый день, это девять дней или неделя и два дня. И так далее. Считали сорок девять дней и на пятидесятый день получили Тору в подарок. Теперь здесь есть один аспект очень интересный, который очень такой, знаете, вот, ну, интересный, давайте его рассмотрим. Когда заканчиваются полупраздничные дни Песоха и последний день седьмой праздника, начинаются траурные дни. До 33-го числа Лагба Омер, это до 33-го дня отчета Омера, то есть 33 дня от Песоха, до 33-го дня соблюдают некоторые аспекты траура. Очень странно. Только что была радость. Мы двигаемся к следующей радости, дарования Торыша, вот 50-й день. 33-й день, это день, когда ушел на небо, умер Раби Шимен Бар-Юхай, который оставил нам книгу главную по кабале, книга Зоар, Сияния. И в этот день жгут костры и радуются, он сказал радоваться, когда он уходил из этого мира. Значит, Раби Шимен Бар-Юхай установил на все поколения день радости, и уже больше 2000 лет это делается каждый год. 33-й день счета Омера. Значит, радуются, жгут костры, танцуют, поют и заканчивают вот эти вот траурные дни. А почему эти траурные дни? Ну, во-первых, что в них нужно делать? Нельзя стричься, нельзя бриться. Когда человек умирает, то его родственники не стригутся, не бреются 30 дней. Да, нельзя стричься и бриться. Это взяли оттуда. Не слушают музыку, не женятся, не устраивают свадьбы. Ну, основные такие вот, не слушают музыку, не стригутся, не бреются, не устраивают свадьбы. Почему? Значит, приводится причин несколько. Одна из причин это, что в эти дни умерли 24 тысячи учеников Раби Атива. Значит, был такой великий мудрец, который такая ключевая фигура во всем, во всей Торе. Раби Атива, его папа был, он был Атива бен Юсеф, папа его был Юсеф, который, традиция нам говорит, что он принял иудаизм. Он не был евреем, он пришел из потомков военачальника Сисры, был такой военачальник Кнанский, который, наоборот, воевал против Израиля. И Раби Атива был до 40 лет пастухом. В общем, очень интересная такая история, и сказал про него Аризаль, такой был великий каббалист, что Раби Атива – это воплощение души Яакова, праотца Яакова. И он тоже пас в сход своего тестя, там очень много пересечений, как бы он шел по траектории души, по траектории жизни, как жил Яаков. И вот, значит, когда он стал потом великим мудрецом, у него было 24 тысячи учеников, которые все умерли от эпидемии. Причем, когда описывается эта эпидемия, очень похожи ее симптомы, когда был коронавирус. Прямо это было в религиозном мире, очень такая была, знаете, как мистическая идея, что вот сейчас происходит то же самое, что было во времена Раби Ативы. Потому что в Талмуде рассказывается, как умирали его ученики, и они умирались от симптомов, описываются симптомы, похожие, как умирают люди от коронавируса. Они задыхались, и написано в трактате Явамот, что они умирали самой страшной смертью. Есть 903 вида смерти, говорит нам устная тора, есть 903 вида смерти. Самый легкий вид смерти называется Нэшика, поцелуй. Это, Талмуд говорит, что это похоже, как волос выходит из молока. То есть душа человека, она выходит из тела без всяких, без малейшего сопротивления тела, сопротивления души. То есть все происходит разделение моментально и очень легко. Оп, закрыл глаза, попрощался, ушел. До этого хорошо себя чувствовал. Нет вот этого вот момента, когда идет разделение, разрыв. Это, когда у меня отец умирал, у него это было месяц где-то этот процесс, а последняя там неделя это было очень тяжелый, да. И я это видел, как вот душа, она постепенно отходит от тела, уже нету сил, но тело не отпускает. А самый тяжелый вид смерти называется Аскара, Аскара, Аскара. И он, Талмуд, говорит, что он похож, как репеник, вырывают из шерсти. То есть репеник, он всеми-всеми тысячу колючек, он зацепился за шерсть. И вот когда ты его вырываешь, это очень тяжелый процесс. И также душа тяжело выходит из тела, потому что душа, она не хочет выходить. То есть человек, он не хочет уходить из этого мира. Он за него держится. И чем больше человек держится за этот мир, тем сложнее ему разделиться с телом и уйти в тот мир, в духовный мир. И написано, что 2-4 тысячи учеников Раби Акива умирали именно вот этим самым тяжелым видом смерти. А почему они умирали? Говорит нам тоже традиция, что они не уважали достаточно друг друга, что они были все гениальные личности, они очень спорили друг с другом, они очень сильно доказывали свою правоту и так далее. То есть мы эти дни, свирата омер, мы используем для исправления качеств. И как раз вот этот каждый день, когда мы исправляем день за днем, качество за качеством, качество за качеством, то есть мы, чтобы подойти к дарованию Торы, прежде всего добрыми, хорошими людьми, которые помогают другим людям. В общем, главная заповедь, которую Раби Акива говорил, на ней базируется вся Тора, это возлюби ближнего, как в себя. И значит, вот это вот все мы учим, вот это вот все мы учим. То есть Тора это такой, как постоянный тренинг работы над собой и переключения себя на духовные уровни. Теперь на этих уроках у нас такие обзорные уроки, чтобы была понятна глубина и направление. Но если вы хотите дальше двигаться по этому направлению, то, естественно, нужно углубляться в детали. Когда вы углубляетесь в детали, чтобы понять, как сделать, то вы через каждую деталь преодолеваете свою инертность, свое злое начало, свое животное начало. Вы развиваете свой интеллект и соединяете интеллект со Всевышним. А дальше, если у вас есть хорошее желание, сильное желание, и вы молите Всевышнему, чтобы Он вам открыл, что вы должны делать, как вы должны делать, как вы должны Ему служить, то, естественно, Всевышний вам покажет, каждому из нас Он хочет дать только самое хорошее. И даже если Он по ходу дела дает какие-то трения, какие-то боли, болезни, неприятности, все это только для исправления души. Это из любви, как говорил царь Соломон, что папа, тот, кого Бог любит, того он увещевает. И плохой тот отец, который жалеет своего сына, потому что тем самым он его провоцирует на неправильные поступки, которые потом приведут его, не дай Бог, к плохим последствиям. Поэтому Всевышний вынужден нам давать какие-то болезненные иногда уроки, потому что если не понимаем мы по-простому, да, если мы по-простому не понимаем, так приходится ему с нами действовать чуть-чуть через пробуждать нас, да, через боль, через сложности. Все, значит, удачи всем и успехов, чтобы сейчас мы находимся во времени радости. Поэтому мы один, Лесимка, сейчас сильно радуемся, еще сегодня-завтра радуемся. Послезавтра пик радости, только радуемся в празднике. В Исамах-Табеха-Геха, радуйся в празднике. Это будет седьмой день ПСХ. А потом начинается работа над собой. Сфера-тоомер, каждый день мы считаем день. Отвлекаемся от всех развлечений и сосредотачиваемся на работе над собой. И приходим в 33-й день, это Лагба-омер, ждем костры и радуемся, и ждем, что нас с неба накроет, накроет знанием кабалы, да, то есть прям нам придет пророк Ильяу и сообщит все тайны мира, скажет, на тебе, Геннадий говорит стих, все тайны мира, Лагба-омер, ты молодец, Сфера-тоомер делал, считал, радовался, вот тебе все тайны мира. Ильяу-Нави приходил ко многим великим мудрецам. И, значит, потом еще нам останется 16 дней, и мы придем тогда к 50-му дню, день дарования Торы, и получим Тору. Все, всем удачи, успехов, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, и мы все молимся, чтобы война закончилась быстрее, прямо хоть завтра. Уже очень хочется мирного опять неба, хочется мирно путешествовать, общаться, дружить, работать, зарабатывать, радоваться, ездить на море. Очень хочется всем людям в мире, хочется жить мирно, это факт. Только какие-то злодеи, которые любят воевать, они воюют. И обычно правители, вот как так получается, что правителями становятся вот эти вот самые злобные и самые такие воинственные, которые устраивают все эти войны. Сейчас Китай и Тайвань. Но зачем китайцу простому Тайвань? Китайцу простому нужно заработать своих тысячи долларов в месяц и спокойненько заниматься там кунг-фу своим, кушать креветок и, значит, с рисом, и радоваться, что у него родилось двое-трое маленьких китайцев, которые тоже кушают креветки и рис. Зачем китайцу Тайвань? Непонятно вообще. Вообще непонятно. Да, но если начнется сейчас и там война, то это будет страшное дело. Поэтому молимся, чтобы не было войны. Я помню, видите, вот как голова заполнена какими-то, закончу шуткой, чтобы смешно было, значит, ну, нам всем в детстве объяснили, что настоящий мужчина должен что сделать? Значит, посадить дерево, построить дом и родить сына. То есть как-то вот так, во всяком случае, я слышал все свое действие. А есть такое, как шутка, что настоящий китаец должен сделать три вещи. Джинсы, магнитофон и кроссовки. Это вот его цель в жизни, сделать три вещи. Джинсы, магнитофон и кроссовки. Все, всем удачи. Айфон. Последнее время это не магнитофон, айфон. Джинсы, айфон и кроссовки. Все, всем удачи и успехов. Владимир Лесимха.